Привет друзья, это канал Кинг Драйв и сегодня вы узнаете о таком. Китайцы представили люксовый минивэн, которому позавидует Майбах. Когда появится Тесла Родстер? BMW снова обошел Мерседес и забрал пальму первенства. Китайцы представили люксовый минивэн, которому позавидует Майбах. Речь идет о Zikr 009. Это флагманский премиальный минивэн, который рассчитан на 6 посадочных мест и предлагающий безоговорочный уровень комфорта и роскоши для данного класса. Данный бренд принадлежит компании Geely и был создан в 2021 году специально для производства дорогих электромобилей. В новинке используется абсолютно новая платформа, ориентированная на электромобили. Это позволило снизить центр тяжести минивэна и очень экономно использовать пространство, сделав интерьер максимально емким и большим. Внешне новинка выделяется огромной хромированной заглушкой на месте привычной решетки радиатора, узкой светодиодной оптикой, характерной для многих электромобилей. А также в базе минивэн предлагает 19-е колесные диски, но за доплату можно установить даже 20-дюймовые. Как я говорил уже ранее, минивэн готов взять на борт до 6 человек и предлагает два отдельных капитанских сидения на втором ряду. Оба сидения оснащены массажем, вентиляцией, подставками для ног, динамиками, встроенными в подголовники, а на передних панелях сдвижных дверей есть встроенный дисплей для управления климат-контролем, окнами и солнцезащитными шторками. Для задних пассажиров также предусмотрен свой отдельный 15-дюймовый экран, а в передней части салона для водителя предусмотрен дисплей для доступа к мультимедийным функциям автомобиля и цифровая приборная панель. Уже в базе автомобиль предлагает кожаную обивку салона, пневматическую подвеску, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Минивэн доступен в двух модификациях. В обоих случаях он оснащается полноприводной двухмоторной силовой установкой, мощностью в 544 силы и 686 ньютон-метров крутящего момента. Благодаря низкому лобовому сопротивлению, всего 0,27, минивэн способен разменять первую сотню за 4,5 секунды, а на выбор предлагается два варианта аккумуляторной батареи. В первом случае это 116 кВт-ч. С такой батареей минивэн проезжает 702 км пути по китайскому измерительному циклу. Во втором случае доступна батарея на 140 кВт-ч. С ней он способен проехать 822 км пути. Базовая модификация минивэна обойдется вам в 68 500 долларов, а продажи новинки начнутся в начале следующего года. Tesla Roadster – самый популярный электромобиль в мире на сегодняшний день. Об этом красноречиво свидетельствует количество запросов в поисковике Google. Этот показатель уже перевалил за 8,5 миллионов запросов. Что говорит о чрезмерно высоком интересе публики к этой достаточно таинственной модели. Такой повышенный интерес обусловлен тем фактом, что Илон Маск пообещал много инновационных приблуд для своего топового суперкара, который якобы получит реактивную тягу, с помощью которой Roadster сможет ускоряться до первой сотни за полторы секунды и станет самым быстрым автомобилем в мире на сегодняшний день. Проблема в этом одна, что автомобиль до сих пор находится на стадии разработки, и конечного экземпляра по сей день никто так и не видел. Хотя Илон Маск уже неоднократно обещал, что вот-вот топовый суперкар компании поступит в производство, и в ближайшее время уже будет доступен для покупки. Подобное заявление прозвучало и в этом году. Якобы по обещаниям Илона, Roadster должен был пойти в производство в этом году, но его по каким-то непонятным причинам перенесли на следующий 2023 год. И что-то у меня есть сомнения, что он доберется до конвейера в следующем году. Так что пока это лишь долгострой, вокруг которого витает огромное количество слухов, которые предстоит еще подтвердить. А пока у Тесла дела идут не очень хорошо, и с этим нужно что-то делать. Друзья, а перед тем, как мы продолжим, я хотел бы вам напомнить о моем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь, если вам это интересно. BMW и Mercedes – одни из самых заклятых конкурентов в автомобильном мире. И порой очень трудно определить, а кто же из них действительно лидер. Ведь обе компании очень успешны. Оказывается, есть очень простой способ выявить истинного короля немецкого премиума. Это уровень продаж. Этот показатель как нельзя лучше отображает успешность компании, а также правильность принятых решений. И так получилось, что буквально на днях BMW и Mercedes отчитались о своих продажах за три квартала 2022 года. И мы можем подвести промежуточные итоги и определить успешность политики, которую проводят обе компании. Начнем, пожалуй, с Mercedes. За три прошедших квартала компании удалось продать 1 503 100 автомобилей. Это исключительно автомобили, выпущенные под брендом Mercedes. Сюда не входят результаты продаж компании Smart, которая удалось реализовать всего 15 100 экземпляров своей продукции, что ничтожно мало. Результаты продаж у BMW оказались немного успешнее. За этот период времени производителю со штаб-квартирой в Мюнхене удалось реализовать за три квартала нынешнего года 1 533 917 автомобилей. Разница, конечно же, не огромная, но она есть. И это очень приятно. Хотя, если посмотреть по общей динамике, то падение продаж у Mercedes за этот год составил всего 6%, в то время как у BMW он составляет почти 10% в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий год. В продажах BMW не учтены продажи бренда Mini, который входит в BMW Group. Это необходимо для честного сравнения. Но если сравнить продажи Mini с продажами Smart, то здесь однозначно Mini находится в лидерах. Ведь за три квартала 2022 года британской компании удалось продать 209 271 автомобиль. В сравнении со Smart это огромный отрыв. Обе компании приводят еще один любопытный показатель в статистике, который отображает количество реализованных за этот год электромобилей. И здесь я, мягко говоря, удивлен. Ведь Mercedes выделяет огромные средства на создание и развитие линейки электрических автомобилей. BMW пока в этом вопросе немного отстает. Но это никак не помешало компании продать больше электромобилей за нынешний год, чем это сделал Mercedes. В результате BMW и Mini совместно реализовали за 2022 год 128 196 электромобилей. А вот на долю Mercedes и Smart пришлось 90 500 автомобилей. Разрыв достаточно существенный, учитывая, что этот сегмент рынка пока не такой большой для премиальных производителей. Если такая тенденция будет и дальше сохраняться, то BMW в этом году тоже одержит пальму первенства по количеству проданных автомобилей, как это было в прошлом году. А Mercedes займет второе место. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok